Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елены Степкиной. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы. Большую часть выпуска на вопросы телезрителей будет отвечать начальник отдела Зареченского управления Пенсионного фонда России Галина Восякина. Она расскажет, каков порядок оформления страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, на какой период продлен срок действия программы по выдаче сертификатов на материнский семейный капитал и объяснит, как будет выдаваться единовременная выплата пенсионерам. Кроме этого, заместитель начальника медико-санитарной части номер 59 Ольга Мясникова расскажет порядок выдачи лекарств региональным льготникам. Об этом в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. В течение какого времени будет работать программа выдачи сертификатов на материнский семейный капитал? Документ начали выдавать в 2007 году. Его получали семьи при рождении второго или последующего детей. Первоначальное действие программы ограничивалось 31 декабря 2016 года. Женщина, которая ожидает рождения второго ребенка в январе 2017 года, спрашивает, продлен ли срок выдачи сертификата на материнский семейный капитал. Федеральным законом от 30 декабря 2015 года программа по выдаче материнского семейного капитала продлена по 31 декабря 2018 год включительно. То есть, если ребенок родится у нас в январе 2017 года, то и второй ребенок, то есть у нас выдача сертификатов предусмотрена при рождении второго и последующих детей, то данная мамочка будет иметь право на получение материнского капитала. Хочу напомнить, что сертификат выдается один раз. Если, например, маме выдали сертификат в связи с рождением второго ребенка, то при рождении третьего ребенка, к сожалению, выдача сертификата не предусмотрена. Программа действует с 2007 года. В городе Заричном сертификатов уже с 2007 года по 2016 год выдано более 2,5 тысяч. Направления остаются у нас прежние. Это на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную часть мамочки. И еще у нас одно направление, это в случае, если имеются дети и инвалиды, и мамы владелец сертификата, то средства материнского капитала можно направить на лечение детей. Это особая программа, для этого требуются дополнительные документы медицинские. У нас все эти семьи на учете, пока у нас обращения в данном направлении нет. Как будет выдаваться единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей пенсионерам? Эту выплату получат все граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, независимо от того, продолжают ли они трудовую деятельность или нет. Доставлять пенсионерам деньги будут в январе 2017 года. В текущем году все виды пенсии, которые выплачивает пенсионный фонд, были проиндексированы на 4%. При этом страховые пенсии индексировались только у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета. Как пожилые зареченцы будут получать 5 тысяч рублей. 22 ноября текущего года президентом Российской Федерации подписан федеральный закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. Данная единовременная выплата будет производиться один раз в январе 2017 года всем пенсионерам, которые у нас будут состоять на учете, по состоянию на 31 декабря 2016 год. В случае, если когда единовременная выплата будет доставляться на дом, где получают пенсию, либо через кредитное учреждение, но через кредитное учреждение эта выплата будет зачислена на личный счет пенсионера. Если же когда доставлять будут домой пенсионер и в случае его отсутствия, то единовременная выплата будет произведена еще дополнительным документом. Все это будет производиться на основании данных, которые имеются в органах управления пенсионного фонда. Заявлений, никаких дополнительных документов не нужно представлять. Все это будет произведено автоматически. Если пенсионер зарегистрирован получателем пенсии по линии пенсионного фонда, и в пенсионном фонде еще является получателем пенсии по линии силовых структур. Например, по линии Министерства обороны получает пенсию и получает от нас от пенсионного фонда. То есть этот получатель пенсии является, ну, две пенсии получает. То в данном случае выплату будем производить мы, пенсионный фонд. Также этим гражданам обращаться не следует. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. Каков порядок получения страхового номера индивидуального лицевого счета? Его присваивают гражданам с 2003 года. Пенсионному фонду требуется СНИЛС для упорядочения индивидуальных сведений о работнике и о суммах, которые перечисляет работодатель на счет работника. СНИЛС является уникальным и принадлежит только одному человеку. На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателям страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, который впоследствии учитывается при назначении или перерасчете пенсии. Где и как можно получить СНИЛС? В настоящий момент страховой номер индивидуального лицевого счета требуется предъявлять в разных ситуациях. Например, при приеме на работу, при заключении различного вида договоров, при оформлении заграничного паспорта, при получении полиса обязательного медицинского страхования. Процедура оформления, как мы привыкли с НИЛС, она очень простая. СНИЛС можно оформить путем личного обращения в территориальный орган пенсионного фонда, либо через многофункциональный центр. Если же трудустраиваетесь, то можно оформить через работодателя. С 2013 года органы ЗАГС в городе Заречного предоставляют нам списки на всех новорожденных детей. В данном случае никуда, опять же, обращаться мамочкам, родителям не следует. При получении свидетельства о рождении ребенка в ЗАГСе, родители или законопредставители несовершеннолетних детей приходят в пенсионный фонд и получают страховое свидетельство. Очень часто обращаются, когда теряют страховое свидетельство. В данном случае необходимо оформить заявление о выдаче дубликата. В случае изменения фамилии, поскольку страховое свидетельство является документом, который в дальнейшем будет иметь огромную роль при назначении пенсии, на страховом номере индивидуальной лицевой счета будут содержаться все страховые износы, роль которых значительна при исчислении размера пенсии. В случае меняется, когда фамилия, то мы вносим изменения в анкетные данные. То есть с НИЛС номер остается прежним, все средства остаются на этом счете, и меняется только фамилия. В данном случае необходимо при оформлении заявления представить нам свидетельство о браке. При оформлении заявления о выдаче с НИЛС необходимо представить нам документы, удостоверяющие личный, с паспортом. В случае, если несовершеннолетний ребенок, это свидетельство о рождении. Где региональные льготники могут получить лекарства, выписанные врачом? До недавнего времени их выдавали только в одной аптеке – частной. Теперь взять препараты, необходимые для лечения, можно и в поликлинике. С какого времени изменен порядок выдачи лекарств, и как льготники могут узнать, где им нужно их получать? В настоящее время Министерством здравоохранения Пензенской области проводится закупка льготных лекарственных препаратов по постановлению 890-го. Это для региональных льготников. С декабря месяца изменился порядок выдачи льготных лекарств этой категории льготников. В течение года лекарственные препараты выдавались с частной аптекой. А с декабря месяца, кроме частной аптеки, к этому порядку присоединилась и аптека в поликлинике медико-санитарной части 59. Часть препаратов уже поступила на выдачу, и в конце недели будет выдаваться нашим больным. Лекарственные препараты будут выдаваться по прайсу, который будет представлять аптека в поликлинике медицинской части 59. Врачи будут иметь эти прайсы, они будут иметь список льготных лекарственных препаратов и из частной аптеки, и из аптеки в поликлинике медико-санитарной части 59. Поэтому больным будут объяснять, в какую аптеку обращаться за получением льготных лекарств. Рецепты выписывают лечащие врачи. Это терапевты, это неврологи, врачи других специальностей, которые имеют право в выписке льготных рецептов. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Звоните в любой рабочий день с 9 до 18 часов. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин